Всем привет, с вами Ольга Дуброва. Когда копать тюльпаны? Все очень просто. С одной стороны, но с другой стороны надо знать много нюансов. Но они тоже несложные. Весной вегетация тюльпанов начинается тоже в разных регионах по-разному. И в зависимости от того, к какой садовой группе принадлежит ваш тюльпан. Сначала вступают в свою силу тюльпаны Грейга, Фостера, Кауфмана. Затем простые ранние, махровые простые. Потом Грейга многочисленные. Самые-самые великолепные тюльпаны для меня. Ну и всякие там супермахровые, лилицветные, попугайные. Они позже. И разбежка с апреля до мая месяца, конечно, большая. Раньше считалось, что тюльпаны надо оставлять в земле. Ну, можно оставлять 2-3 года. И это долгое время так вот культивировалось, поддерживалось. Ну, раньше так и да. Это очень давно. Каждый сам принимает решение, сколько ему в земле оставлять. Но правильным будет копать тюльпаны ежегодно. Да, можно оставить на доращивании детку, потому что все-таки лучше расти на том месте, где она образовалась. И дорастить ее в течение двух лет, а потом посадить на новое место. Но тюльпаны сортовые лучше копать ежегодно. При этом, какие сохраняются преимущества? Луковица более здоровая остается. На следующий год, после того, как мы просушим и правильно будем хранить наши луковицы, цветение будет более обильным. Сам бокал будет характерным для данного сорта. И все будет хорошо. Если мы оставляем в земле 2-3 года, то большой риск того, что накапливаются заболевания. Вообще считается, что спустя только 5-6 лет можно возвращать тюльпаны, но это если вот там большие такие вот коллекции на прежнее место. Но если у вас в огороде вы ходите там с двумя-тремя десятками, то ничего страшного при правильной агротехнике. И досвили тюльпаны. Цветение продолжается не так уж и долго. Если разные садовые группы, то вполне можно подобрать, что нам будет казаться, что они цветут месяц. А так один цветок живет 12-14 дней. После того, как он отцвел, через 4-5 недель у него заканчивается вегетация. Что это такое заканчивается вегетация? Это то, что наземная часть, вот эти вот листики, у него отмирают, рыжеют и полегают на землю. Вот тогда-то и надо копать. Это такой сигнал. Нельзя копать раньше, потому что если мы копанем и посмотрим, луковица будет бледно окрашенная. Вот эта ее наружная чешуя еще не сформирована. На что повлияет? На то, что она будет плохо храниться. Будет происходить усыхание, ну и повреждение может травмироваться, а потом туда, естественно, заскочит какая-нибудь инфекция. Если копать позже, это тоже не очень хорошо. Когда грядка большая, тюльпанов много у вас, то происходит, разваливается гнездо и теряются детки. И трудно найти, даже когда вот мы там что-то выгребаем, спустя-спустя длительное время, после того, как они отвегетировали, мы даже не понимаем, где они растут. И вот тот момент, когда луковица приобрела такой вот золотистый оттенок, это самое время копать. Ну а для нас сигнал, это увядшая наземная часть. В процессе роста вы не должны допускать вот такого, чтобы образовывались семенные коробочки, потому что они отнимают силы у луковицы, забирают у нее питательные вещества, которые должны пойти на формирование, закладывания цветочной и листовых почек. Затем, когда вы срезаете тюрпаны на букеты, вы должны обращать внимание на то, чтобы у растения оставалось два листа. Вот вы срезали себе на букет, а там у вас в почве остались два листика. Снова же для того, чтобы все питательные вещества в результате фотосинтеза поступали непосредственно в луковицу. И еще, когда мы копаем слишком поздно, покровная чешуя уже получается темно-коричневого цвета. И туда легко тоже попадает инфекция, накапливается, когда они долго остаются в почве. Ну и, естественно, хранение получается плохим. То есть мы определились. Полегли, высохли, пока они совершенно не исчезли, или вы их нечаянно не выгребли. Вот тогда мы их выкапываем. Выкопать дело простое, надо сохранить. Как правило, это происходит в конце июня, в начале июля, как у кого. И в течение месяца мы должны обеспечить температуру около 22 градусов. Лето такое время, что можно найти местечко. Да, у нас нету этих специальных камер, там не охлаждающих, не нагревающих, но можно найти местечко, где будет сохраняться такая температура. Свет может поступать, должно быть хорошее проветривание. Ну а в августе месяца мы должны найти еще другое место, чтобы температура была в пределах 15-17 градусов. Я думаю, тоже можно найти такое местечко. Но главное, чтобы уже не поступал свет к нашим подсушенным и слегка очищенным от вот этих вот старых чешуй луковичек. Здесь вот они уже лежали 2 недели, и поэтому легко отделяются. Главное, не травмировать донца, из которого затем будут расти корешки, потому что некоторые в порыве очистить просто дотла надламывают, выщикивают донца, и тогда нет куда образовываться корешкам. Хотя тюльпан очень пластичная и очень терпеливая культура и переносит много наших неправильных манипуляций. Так давайте же ему немножко поможем. Ну, а потом уже будем сажать, но это другая история. А я хочу вам еще показать такой момент. Очень удобно воспользоваться вот таким контейнером, потому что иногда тюльпаны уже цвели, а нам хочется на то место посадить что-то другое. Да и вообще это не очень правильно, когда мы на нашу грядку с тюльпанами сверху сажаем какие-нибудь летники или может быть даже овощные культуры, укропом засеваем, потому что на родине у тюльпана в это время в степях, там полустепях Турции, Туркестана, Средней Азии, там сухо, и они там вот так вот прогреваются и подсыхают. А вы тут их будете постоянно проливать и проливать. И, конечно же, они начнут болеть, потом они начнут глубоко уходить, если их не выкапывать. Поэтому приобретаем вот такой контейнер. Здесь и донышко, и борта с такими широкими отверстиями, то есть корневая система беспрепятственно уходит в почву. И мы можем в любой момент практически, после того, как они отсвели, вот видите, удалены были семенные коробочки, мы можем их извлечь из земли, освободить место и в таком месте поставить где-то на улице под навесом, чтобы происходило вызревание луковицы в почве. Поливать их, как правило, уже не надо, пусть они уже там сами справляются. Ну и вот и смотрим, что происходит тут с луковицей. Вот она уже, несмотря на то, что наземная часть еще как бы зеленая, но уже она начинает увядать. Вот луковица уже имеет покровную чешую такую золотистую. И осталась тут всего лишь неделька-другая, чтобы она вызрела. И потом мы извлекаем и делаем те же манипуляции. Чистим, сушим и немножко охлаждаем. Эти контейнеры помогут нам освободить любое место, любое время. На этом все. Ухаживайте за тюльпанами, любуйтесь красотой в следующем году. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова